приветствую зрителей своего канала сегодня я смотрел ролик получается своего знакомого интернет друга вот с ним и переписываюсь и перезваниваюсь и в общем был конечно шокирован и плюс еще захотел подтвердить информацию то есть других источников я тоже получил именно подтверждение теперь я точно знаю что в краснодарском крае орудуют вишневые пг как они работают схема совершенно очень проста все отлажено до абсолютно до мелочей так скажем то есть одна ситуация человек идет по улице по закону российской федерации насаждение люди на своих участках до границы имеют право садить до метра я уточнил плодово-ягодные деревья до 3 метров чтобы кроны деревьев они не выходили за забор все что выходит за забор это уже не считается именно частной территории и частной собственности объясню в конце ролика если кто считает что дерево растет на участке за забором а ветки кроны деревьев они выходят за участок за забор и на тротуар общественный или к примеру на общественную дорогу объясню в конце ролика реальную ситуацию и хочу увидеть в комментариях что вы думаете по этому поводу и как считаете вы также напишите если у вас есть какая-либо информация в какой области еще орудует о пг примеру вишневая или какая-либо другая это получается вишневая о пг они орудуют так то есть идет человек свисают кроны вишни человек то есть обрывает эту вишню листья к примеру допустим на засолку огурцов очень хорошо и очень вкусно делается и также вишню себе на варенье там все не неважно просил он не спросил даже спрашивает человек то есть можно у вас вишни со стороны улицы нарвать да люди говорят то есть там примеру сыновья матерей к примеру там то есть говорят да можете срывать можете рвать сколько хотите без проблем он очень человек получается рвет срывает где-то там одну треть пакета или какую-то либо часть и выходит женщина его мать без разницы там то есть и говорит с чего ты рвешь то есть ты не имеешь права тебе никто не говорил ничего и начинает именно шантажировать если человек отказывается выплачивать платить то есть за за эту вишню оценивают в определенную сумму так как нанесение якобы ущерба если отказывается платить то дают хороших людей есть также там получается как говорят кто все это дело смотрит руководство начальство все это дело и они для себя все это фиксируют на фото видеосъемку человек примеру получает людей так скажем да если он уходит значит он уходит то есть в любом случае есть все данные то есть в любом случае будут заставлять его выплачивать если он вызывает полицию на что полиция сами говорят когда они приезжают как они сказали я думал меня убьют здесь я уже на все был готов я думал я приеду слышали да видели я думал я приеду это небольшой отрывок так как чтобы полностью все не показывать официально конечно да непосредственно полицию и медицинскую службу запрещено снимать но опять же не запрещено снимать человеку самого себя и если он не зацикливается на определенных допустим полиции или медиков то он конечно имеет право снимать с этой с помощью хотя бы можно даже записать звук а конечно именно лицо ставить камеру и снимать это конечно запрещено по закону российской федерации что я хочу еще сказать люди а так спрашивают можно нарвать вишню до разрешает но потом все это обходится совершенно по-другому то же самое что человек идет уже с вишней купил к примеру он ее или может где-то сорвал может даже со своей идет все равно будут любом случае платить они даже сами вызывают полицию все все знают также зовут соседи соседи подтверждают что да такой-то человек нарвал эту вишню непосредственно у одних нарвал у других нарвал у их них же соседи нарвал ничего не доказуемо ничего человек не может доказать и сказать что вот я купил ее на рынке так как на рынке чеков не выдают да кстати ссылочки будут под видео в описании так что заходите если кто хочет полностью ролик посмотреть то там есть именно вот моего интернет друга и конечно же он не полностью все заснял потому что не дают снимать и официально не дают снимать и неофициально не дают снимать так и по поводу то что кто считает то что плодово-ягодные деревья это собственность то что кроны деревьев находятся за забором и что люди не имеют права обрывать вишню обрывать ветки но если кто считает что это именно собственность то есть и собственность участков хозяева да и они не сажают эти вишни на дворе за своим двором чтобы они не мешали чтобы их никто не смог дотянуться нарвать себе тогда слушайте какая ситуация а идет парень девушка без разницы едет на велосипеде то же самое то есть проехалась что-то отвернулась поворачивается и ветка попадает глаз человек реально лишается глаза кто будет оплачивать полностью все всю медицину то есть вставной глаз сетчатку глаза опять же сколько это все стоит сколько это стоит легально сколько стоит это нелегально кто и будет оплачивать по вашему мнению получается что оплачивать должен именно хозяин хозяин этой вишни которая растет на его участке если вы считаете по другому или что что он не сможет доказать то это да доказать будет сложно что именно об его вишню он выколол себе глаз да с другой стороны едет автомобиль с видеорегистратором и все это снимается на камеру доказывается то есть человек будет выплачивать ему срывать человек не имеет вот с этих скрон деревьев то что вишня вот это растет ветки все вот этот мусор весь падает по осени а если человек получает травму даже веткой по лицу получает резко повернулся и получил веткой по лицу от этого деревья ветер сильный подул ураганный ветер подул человек нанес себе травму тогда получается тот кто считает что именно это его собственность это того участка но пускай тогда всю полностью операцию уплачут весь моральный ущерб уплачут и полностью всю эту стоимость надо тоже об этом думать человек получил травму из-за этого дерева или потом собственник скажет что это дерево моё а ветки не мои и то что городские службы должны их отпиливать да то что чтобы они не свисали за забором за тротуаром не свисали чтобы получается не мусорили то есть по осени почему вот именно хозяева не убирает вот это все гнилье которое слетает вот эти вот ветки которые падают на машины на автомобили на людей сухие деревья вот эти на электро линии передач то есть вы задумаетесь и вот напишите вот кто реально здесь прав человек который берет срывает листья и вишню с дерева именно с крон деревьев которые свисают за забором за участком то есть на общественной территории на общественной дороге на общественном тротуаре и кто будет выплачивать если вот увечье будет человеку с этих же листьев кто будет в этом виноват всем спасибо до новых встреч кто не подписался подписывайтесь на канал ставьте лайки и смотрите также сейчас по ситуации и также смотрите вот ролик который был со мной деревне ярославской области которая женщина на меня стала бухтеть то что я иду снимаю и ее дом но если я ее дом снимаю на видео и она не хочет чтобы снимали пусть она делает трехметровый 5 метровый забор чтобы никто не снимал на ее участок я не заходил а по закону российской федерации в общественном месте я имею право снимать и себя и близ лежащие и людей и здания автомобили ездят по дорогам они почему-то снимают на видео регистраторы меня и в магазин я захожу меня видео снимают потом он другие магазины вырезки делают и все это в интернете оказывается никто об этом не задумывается я иду снимаю место снимаю себя и она стала что-то возмущаться покажи мне паспорт ищи еще все так же получается проезжал человек знакомый он мне сказал что это сотрудник полиции я ему поверил на слова был без формы без всего я его объяснил по закону российской федерации я имею право снимать он грида имеешь он говорит но люди в возрасте им не объяснить и все он их отправил по своим делам то есть я с ним постоял и все я пошел за этого я опоздал на автобус пришлось вызывать мне такси платить полторы тысячи ехать за по своим делам за документами в другое село общественное место для себя для памяти снимаю это самое общественное место это доме ваш не фотографировал потому что я видела нет я не фотографировал нет нет я фотографирую я снимаю это нет вызывайте общественное место у меня общественное вы каждый дом идете фотографируете лично мой сфотографировали не фотографирую я фотографировали я сам себя снимаю снимаю ничего подобного на видео себе на память для себя видео для себя для себя видео видео снимает а что старые дома этот самый то есть ну как культура местность музей да я сейчас музей пойду этот самый то есть если я не фотографирую зачем мне этот самый если подходишь каждому и фотографируешь но лично сфотом паспартенка то весь истер ты гристи уяс мой новый день и я прошу здесь словно тень кругом людей полным полно и то же время никого верка какой-то маскарад где каждому друг другу рад фальшивою даря любовь надеждевые печью до кровь а мне смешно глядеть а мне смешно глядеть на маскарад в их головах гудят умы и нас кормят всех-то правдами и вот сидя на крючке но как-то похоже в пустых мозгах чужая жизнь на лицах что все заебись и чья-то вера сильней своей здесь нет тебя здесь нет людей и мне смешно глядеть и мне смешно глядеть на маскарад взорвите маски не прячь лицо я все равно знаю кто есть кто сквозь добрый взгляд ваших очей я вижу лица палачей тяжелый выбор быть собой когда повсюду волчьевой я слышу ваши голоса и вижу ненависть в глазах и мне смешно глядеть а мне тошно смотреть на маскарад на маскарад на маскарад на маскарад друзья всем привет у меня чип и меня избили избили прямо на дороге значит я рвал вишню у одного там на той улице на той улице мужик даже мужик подъехал это главное чтоб не цыгане что не цыгане говорит для себя до проблем подъехал сюда вот на угол колхозная ребята друзья подписчики также зрители моего канала смотрите туда же грузовая машина будет цеплять с одной стороны и с другой стороны кузов этими ветками и будет царапать его почему девушка женщина должна идти с прической именно которую она сделала так скажем от 7000 рублей почему должны чужие ветки деревья портите и прическу почему должны люди глаза себе выкалывать этими ветками когда уже начнут дорожные рабочие работать дорожные службы чтобы полностью по забору хотя бы или хотя бы от забора именно изнутри на метр срезать все эти ветки все эти ветки почему в центре города всегда все пострижено все аккуратно деревья все но возьмись любой район любой двор сети ветки все это частные эти территории все заграждено я вот лично не собираюсь ходить и чтобы мне этими ветками хлистало по голове прикиньте какая жесткая пг работает вишневой пг их так и прозвали их так и зовут это ведь именно в краснодарском крае все все знают все абсолютно и власти все знают и также люди работают потому что вот это вот свадщина вот это вот вся именно они получается соседи все друг друга знают они этим живут нереально этим живут вот смотрите дальше и там вот тоже еще рвал немножечко то есть вот не заходя во двор ничего просто вот как бы ну вот она растет сама это не во дворе ничего там поместился все там потом мужик подъехал на белой машине такой бородой молодой парень кушать это не вся с их него дерево это если одета килограмм основная масса другого дерева могу показать его кого-то начал кричать или про болит ай не трогайте меня никто не трогает дару вставаю извиняется я рю можно я туда не чушь эту дорогу и да без проблем еще немножко порвала там женщина потом его мама оказывается потом выяснилось кричит я чё для вас сажала туда вишню я во-первых спросил разрешение я тебя не разрешала вали отсюда таким сразу гонором таким я его сразу уходить уходить на педали короче неадекватная женщина короче начало драку есть меня ее сын догоняет короче валит происходило ничего он упал начал орать били его кого-то его кого-то начал кричать или про болит ай не трогайте меня у тебя никто не трогает и вставаю извиняется и ногами и руками короче по голове я думал меня убьет короче он заставил извиниться ради бога мне не сложно но у меня избил прямо так вот честно вот здесь вот ребро болит я не знаю может поломал или чё сейчас короче полицию вызвал они ну что вы делаете а я не не украл я спросил разрешение да да спросил спросите у вашего сына назовите сына позовите подтвердит он ну может конечно сейчас утверждать что нет вы можете сейчас утверждать что не так было да согласен лучший инициатор разбирательств вы вызвали вот мы сейчас досконально будем все проводить проверку давать оценку всем действиям можно когда розы посадят уже около полисадников на улице а кто-то выкопал это кража едут будем разбираться а там еще и чему муж ее по моему тоже тут такие все бля его такие вот я не я да ты сам упал да ты да ты блин что-то нашу вишню съел для и да ты ты такой да ты сякой короче на заднюю заднюю мы тобой отдельно побазарим там коржу уже он уже смылся он уже смылся на машине он поехал уехал все типа бля его здесь не было вот красавица вот это люди бля они по понятиям любят и в то же время блядь мы мы здесь а блядь царкистка мы здесь а блядь хозяева жизни мы с тобой будем поддельно разговаривать у меня просто слов нету локоть я видел это как он меня валял по земле локоть ребро болит голова сотрясение наверно не тоже он мне разрешил как бы он разрешил а потом меня догнал типа я на мать там что-то сказал на его она там неадекватно я начала на меня кидаться вишню мою забирать который я не сегодня с ее дерево там полный пакет чё женщина говорю успокойтесь говорю вот мои моё имущество и уезжать быстрее я думал ну нет просто уехать от них бля села на велосипед и быстренько поехал а ее сын такой быстрый борзом меня догнал короче повалил сейчас короче полицию вызвал они тут же вот я начал мутутить меня руками ногами 90 я не ожидал такого и блин а я теперь буду ездить все время с личной камеры а потом еще ее муж вышел тут это у меня начало тоже пальцы гнуть да ты чё тут это ну руками не трогал меня слове ставится задавить я сейчас и меня не общаюсь да 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 он меня с велосипеда повалил я же думаю я и он и уехать от них блин неадекватов вот ну не знаю у них номер дома нету номера дома я не знаю а ты вишню собираешь тебя могут избить у тебя там дядя такой неадекватный попадется как у меня по и все эти а вы здесь собирали да здесь я собирал так это что остерегайте здесь неадекватные живут вот ребята скоро я подъехала меня избили за вишню конкретно женщина женщина давайте я скажу в полиция приедет пускай приезжает полиция ты упал да мы тебя догнали уже когда ты упал и добили когда меня избили когда под так я же вам говорю я ее рвал вон там на соседней улице ваш разрешил немножко порвать я ничего не разрешал да по плохому будет кому по хому то что будет плохо то вы доказываете тогда что я вас вервал ну а в чем дело то но не решили меня избить хороший выгод конечно ситуация будет такой уж и не знаю не дай боже мне конечно я попросил прощения под натиском физического насилия то зачем вы фотографируете материал проверки зачем наличный телефон паспорт на сему с собой же не возим камеры на них точно не вызвали мы проводим разбирать хорошо а тут это тоже цирк почему это чужое имущество растет в общедоступном месте я не не украл я спросил разрешение да спросил спросите у вашего сына хотя назовите сына позовите подтвердит он ну может конечно сейчас утверждать что не вы можете сейчас утверждать что не так было да согласен лучший инициатор разбирательств вы вызвали вот мы сейчас досконально будем все проводить проверку давать оценку всем действия может когда розы посадят уже около полисадников на улице а туда выкопал это кража что произошло с этим человеком после велосипеда она его взял ему давали разрешение вишнюю рвать делу в первый раз увидел когда он начал уезжать что уходить с велосипедом до ходить а потом сел на велосипед и поехал давайте да и начал наносить удары руками ногами я уже не видел чем там такие удары были у меня в голове звенела просил прощить просить прощение перед женщиной я просто раньше так уж никто не бил как он был он селфи давайте сейчас мы тебя заснимем еще на тебе ничего да у нас зачем оно мне надо одного клоуна мало да не на одного клоуна с этим клоуном надо становись становись давайте на вас тоже я да вот смотрите вот оборвано я там не рвал я там не рвал женщина я там не рвал анти покажите рукой я сфотографирую не надо давайте я покажу конкретно я его вот здесь да вот здесь вот посмотрите вот здесь вот я рвал когда еще парень вот здесь вот здесь я рвал на поднялся сказал поднялся извинился вот такой друзья уворачивается от ответственности видели да да он сам там дрыгался перед камерой на велосипеде сам там сам себя избил лишь бы блин не это не отвечать натворил делу мне не разобравшись бы сразу морду кулаки кажется впустил вход и все потом а потом как как пёс блин поджал хвост и все и я не я кобыла не моя короче вот что значит человек человек а камера так как боятся камера так боятся что это за люди тут ходят мы тебя запомнили больше главное чтоб ты не испугался женщина вы не знаете суть дела да конечно уматывать вы это выкупите эту территорию потом командуете здесь а то уматывать команду и командующий до хрена собралось здесь находи там сохранная расписка обязуюсь обеспечить сохранность пакета с вишней изъятой что там ходе осмотром места происшествия в ходе осмотра места происшествия с моим участием с моим участием предупреждена в ответственности по 312 у кайры чуть за ответственность бирта на вишню это ответ за сохранность вишнуков но у меня предупредили да да никуда не дели до окончания разбирать так предупрежден в ответственность вот ответ если она сгниет и заодно если он его съест надо буду не вот ответ по статье 312 у к рф к рф число подпись какой сегодня число у нас 11 просто вот здесь вокруг обвязали бы а так она развяжется вот так чтоб и мы вокруг то я буду раскрою и буду по одной вызязать эту два кушать как статья за еду а я другого дерева на рву потом туда наложу я думаю меня убьют здесь я очень все был готов я думал я при этом я убью тоже что я думаю я приеду меня убьют тоже я думал я приеду у бьют тоже я думаю я приеду бют тоже меня просто ko для того не доводилось испытывать просто и как чтобы все люди добрые, нормальные, славянские, а тут нате. Травма, она все живет. Опа, она. Здорово. Спасибо. Это гаражная жизнь Алексея. Берет билет и едет на север. Отморозит свою пилетку. Покормить голодных рыбок. Снег любит за трики, сутки в поезде ерунда. Думает лишь он о том, кто встретит его. Но это потом. Но это потом. Это гаражная жизнь Алексея. Берет билет и едет на север. Поторметь голодных рыбок. Посмотреть на меня вида. Опа. Это же, это же, алло, гаражная жизнь Алексея. Это же я, это я. Это... 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 Такое бывает. Но люди ко всему привыкают. Привыкают они. Люди. Это... Люди. Это мы. Settings. Здесь. Такое. Продолжение следует...